Абхаз, ты пока спустишься, они все съедят. Вид из окна у нас изменился, конечно, всем привет, пятнадцатое. Ой, или шестнадцатое сегодня. Сегодня 16 октября, друзья, Сибирь, немножко потеплело, снег подрастает. У нас идет подготовка вот этого помещения, домика нашего, где мы жили. Теперь мы здесь не живем. Ну, обзор подробный, наверное, что здесь получилось по итогу у нас из этого дома. Сделаю потом. А сегодня видео про сантехнику. Заключительный этап подготовки сантехники здесь к воде. Кто помнит мои старые прошлые видео, помните, как я, кто давно на канале, помните, как я тут мучилась каждую зиму с этой сантехникой. Это просто ад какой-то, потому что вот эту веранду мне как сделали, она, ну, все, практически тут тонень 5 сантиметров пенопласта, железо 5 сантиметров пенопласта и доска просто все. Греем улицу каждую зиму. Но последняя зима, наверное, это история. Я так очень надеюсь, что мы весной начнем здесь все-таки это все разберем и как-то полы забетонируем, и как-то здесь все переделаем маленько. Вот, но чтобы эту зиму нам так не мучиться, не размораживать, как в прошлом году. В прошлом году зима очень холодная была, и всю зиму каждую неделю мы тут с фенами и с водой горячей туда заливали, и все это, короче, ужас был. Размораживали, в колодец лазили, все. Почему так было? Потому что вот эти трубы, вот эти трубы, они шли прямо по самому полу. Вот, а там с полу дует, ну так сделано, потому что по-китайски хотела сказать, но, блин, по-китайски, наверное, более качественно и нормально делают. Вот, тут еще, конечно, я не убирала, потому что здесь еще сейчас доделывается это все. Вот, в общем, что сделали? Добавили тут тысячу миллион розеток, теплый кабель, трубы подняли. От пола подняли трубы, вот здесь кучу переходников понаставили, всяких разных, вот это что такое? Вот, здесь дыру запенили, здесь тоже переделали, и вот в эти переходники, в эти дырки идет туда теплый кабель, идет туда до самого, не насоса, а входа, в колодец, наверное, метров шесть, короче, получается. Ну, у нас там вниз туда полтора, и сюда где-то метра три, в общем, до самого не хочу. И здесь внутри теперь пустили кабель, внутри трубы, не снаружи, и еще снаружи замотали вот такой вот этой утеплителем. И здесь пошла труба поверху, тут тоже все переделалось, по-нормальному уже, ничего не болтается, ничего не это, но это опять же таки, вот теплая труба греется, здесь у нас бойлер. Все, опять же, это временная история до следующего или до позаследующего года, потому что на следующий год, я не знаю, потяну я финансово или нет, это все. У нас в планах построить животным комплекс такой большой, чтобы, в общем, дойдет, подписывайтесь на канал, все увидите. Все, все буду показывать, как мы тут все строимся, что переделываем, что делаем. Вот, это была душевая кабина, а в одну зиму, видимо, от холода разбилось, а вот это в мелкую труху прямо, одно стекло, одно. Ну, и, в общем, убрали, оставили вот это корыто, даже можно помыться, ну, вместо раковины пока вот так. Вот, если аккуратно, то можно и даже и помыться. Друзья, ну и сейчас получается у нас, вот эта-то стена, она несущая, она из такого толстого, хорошего бруса, ну, сам дом вот этот, он, да, из очень толстого, хорошего бруса сделан. Вот, и между этой стеной и там вот это отверстие, там задувает, там, короче, вот проходная такая, это сквозная, видимо, продувка есть какая-то, плохо, опять же, утеплено там все, да. И поэтому приходится туда вот так тоже теплый кабель, только я что-то не поняла. Миш, а ты что, снаружи этот теплый кабель? Нет, это слишком. Нет, а вот здесь просто провод торчит, он снаружи трубы. Так а там как он внутрь пойдет? А ты там дырку в трубе проковырял или что? Почему? А как? Понарушке? А нахрена, понарушке? Да, от этого толку нету. Почему? Да нету от этого толку. Я все равно тот кабель через гибкую подводку так или иначе не протянул. Так здесь не надо гибкую подводку, там надо-то было. Вот это, наверное, зря, мне кажется. Можно не подключать эту ветку, да и все. Там в стене оно болтается просто, он же не прижат в стене к трубе. Почему? Я же вот под утеплитель загонял, то есть. А, под утеплитель? Да, тут проходит утеплитель, через него продернута труба и просто он там под ним соприкасается. По две трубы? На две трубы? Ну да, два отвода, два этих. А там соединяется розетка на эти два кабеля? Или две розетки? Тут край, который торчит, он и будет в розетку. Почему? Это один кабель, просто его здесь... А, ты там его загнул? Здесь петлю его справил, 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 спрошу. Короче, капитальное утепление. Ну, надо эту зиму пережить без разогревания. Вон там шли трубы старые, вход, да, вон там же был? Да, 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 в самом углу. В самом углу. И там все вообще замерзало, и нишу я в прошлом году вообще задергала. Поза ту зиму мы, поза ту зиму, и поза, поза ту зиму. Мы же здесь не зимовали, мы не жили здесь. Мы жили там где-то, где-то там, вот. И поэтому все было просто слито сантехника, и... Вот, а в прошлом году мы уехали в сентябре, вернулись в начале декабря. И, конечно, замучились с этой водой. В этом году мы никуда не едем. Ни туда, ни куда-то, в другое место не едем, потому что у нас тут батон. Чего ты стоишь, как сиротинушка, туда нельзя. Сейчас дверь будем здесь вешать. Там курочки у нас ночуют, уточки, и зерно всякое стоит, и они... А дверь я сняла, потому что, ну, такая плохая дверь была, в общем. Сейчас, наверное, дверь какую-нибудь, если получится, повешаем. Чтобы они туда не лезли. Вот, и там переделывать курятник будем. Друзья, ну, подготовка к зиме, это вот самое основное. У нас, конечно, еще где-то коза ходит. Козу надо найти. Кексик, вон он гуляет. Сантехника это самое основное, конечно, что нужно подготовить нам к зиме. Животные обрастают мехом. В доме у енотов тепло. Кто-то мне советует... Кто мне советует, там, что надо попугаем подогревать, там еще какие-то советы. Ребят, спасибо, конечно, что вы переживаете, но поверьте мне, я как-то, ну, немножко, наверное, соображаю. И думаю иногда, что нужно сделать и как нужно сделать. И, наверное, интернет у меня тоже есть. И я изучаю какие-то моменты, даже если чего-то не знаю. Естественно, что нужно попугаем тепло. Это южная теплая птичка. Вот, и, конечно, поэтому я ее в дом к енотам и перевела. Да, у енотов в доме плюс сейчас 18, ну, так всю зиму 18-20 плюс, а мы поддерживаем там. Поэтому, спасибо за заботу. Вот, но если мне нужны какие-то советы, я вот прям спрашиваю. Ребят, посоветуйте, пожалуйста, вот как сделать то, то или это. Вот, ну, и, конечно, есть много моментов, чего я не знаю, многого я не знаю. Но есть же и что-то, что я знаю. Красота какая. Кстати, убрали же батут. В прошлый Мишин приезд убрал, он помог батут. Сейчас я буду вот эту горку, наверное, убирать, чтобы она зимой. Вот эти все игрушки уберем с улицы. Ну, и зимой трескается пластик этот весь. А горку занесу к енотам. Пусть они зимой играют, а летом потом опять вытащим. Но на лето у нас, конечно, детская площадка уже не здесь будет. Будет она в другом месте. Батон, где у нас булочка? Ой, у меня есть какие-то подозрения. Ты знаешь, где она? Нормально, да, я закрыла? Батоша? Булка? Вот ты, блин! Ты чё такая? Толку я? Вот это вот здесь загородило. Вообще им это, что слону припарка. Опрокинули опять эту бочку. Вот здесь она стояла. Вывалили весь корм. Это птичий корм. Иди отсюда, пожалуйста. А я думаю, куда она делась? А она здесь... Всё поперевернула опять. Короче, здесь это всё уберётся. И хочу зашить ОСБ листом. Зашить и вот здесь отгородить. И там прям такой тёплый сделать курятник. Лопнешь, деточка? Тебе нельзя это есть. Пошли отсюда. Иди давай гуляй. Я тебя выпустила травку зелёную кушать. А ты что кушаешь? Батоша, только попробуй туда зайди. Получишь. Где-то Соня у нас тут. Сонечка. Сонечка. Деточка. Красоточка. Смотрите, какая красотка. Куда бежим? Куда бежим? На, орёшку. Иди сюда. Давай, давай, давай. Иди ещё. Ай, упала. Сейчас, подожди-ка. Иди сюда. Капает с крыши снег. Такое чувство, что весна, друзья. Сейчас вот эту дверь утащу туда. Посмотрим. Подойдёт она? Нет на этот... Курятник. Петли надо ещё искать. Так-то дверь нормальная. Иду, мимо, клумба. Смотрите, вот эту хочу показать вам. Ценнерария. Это вообще прямо красотка. Уже и морозы там первые были всякие. Уже никаких растений почти не осталось. Она стоит вообще до самого-самого. Очень мне нравится. На следующий год её... Она вообще живая, не подмороженная, ничего. Прям красотень. Но её надо... Ой, мама меня придавила дверью. Она тяжёлая такая. Надо её рано-рано, в январе уже даже сеять. Она... Потому что долговато растёт. И чтобы уже побольше такие кустики высаживать. Поздно даже я вот посеяла. Вот в поздней осени вот такие вот только наросли. В прошлом году больше у меня пышнее. Меньше кустов этих было. Но они прям такие хорошие, пышные были. По ширине вроде как подходит. Я вот думаю, может её сделать прям повыше. И чтобы внизу оставалась дырка, выходить туда-сюда этим курям. Да, наверное, так и сделаем. Сейчас, если петли найдутся, повешаем её. Эту утеплил, а вот здесь внизу не утеплённо. Смысл, что вот эта утеплённая? Вот этим сейчас и осталось. А, ты хочешь домотать, да? Конечно, нужно домотать. Вообще вся эта кракозябра нужна только потому, что бачок остаётся внизу. При ремонте его в любом случае куда-то уедет, и это уберётся. И тут почти всё придётся переделывать. Так не почти, а вообще всё. Потому что стены будут двигаться, и пол изменятся. А сейчас главное пережить зиму. Да-да. Унитаз этот додержат. Короче, унитаз лопнул уже прошлой зимой. И здесь, там вон что-то понамазано. Вот здесь вот всё потрескано, потрескано. Но все щели, вот это вот видно вон, щели, это всё замазка. Ну, вроде пока держится. Оно не оттирается по замазке. Грязь эта. Короче, это... Зимой переживёт унитаз. У него есть риск замёрзнуть. Вот это будет не жалко. А почему он должен замёрзнуть? Здесь же батарея греет. Зачем он будет замёрзать? Ну, в смысле, меня не было до декабря. Тут всё выключено было. Не слили, не уследили, а не слили со стакановым с того воду. Холодные, горячие. Конечно, ребята, вода – это основа жизни вообще на этой планете. Воздух и вода. Еда даже не настолько важна. И вообще на 80% у нас важность идёт воды и воздуха. А на 20% еды. Еда тоже нужна, но не в таком количестве, конечно, как мы её потребляем. Вот, ну, без воды, без вот такой, да, водопроводной, скажем. Тоже живут ещё многие. Есть такие места. А и такие места, они, конечно же, уже в априори экологически чистые сами по себе. Раз дотуда цивилизация не дошла. Даже в плане водопровода. Вот. Ну, мы, наверное, я так думаю, посмотрим. Зима покажет. Надеюсь, что не будет сильно холодной. Надеюсь, что проблем у нас с водой не будет. Чё ж тебе открою секрет? Я говорю, у нас проблем с водой, наверное, в этом году не будет. Закончились эти все истории с потопами, наводнениями. Но начнётся другая история. У нас коза должна родить в конце декабря. И что, в тёплое помещение? Да, прикинь. Куда? Так-то они зимуют на улице нормально, но её... Она родит, и это её надо куда-то в тёплое. Я вот уже думаю про баню. Если только там опять открывать тебе... Когда мы сюда переехали, вот, я же понабрала дойные козы у меня были, и маленькие козлята были. Вот. И пришла зима, и я, короче... А мы жили там, где сейчас еноты живут. Тогда здесь ещё ничего не было в этом здании. Вот. И на зиму я маленького козлёнка в баню отгородила угол. Ну, и, в принципе, как-то мы так перезимовали. Да, я ещё тогда прям ничего не снимала вообще. Ну, что-то совсем маленько снимала, но просто жила в своё удовольствие для себя, как бы. Ну, что я сейчас, в принципе, делаю. Но сейчас многим уже интересно, и я себе архивирую всё это. Вот. И в бане отгораживала вот так угол как-то там, чем-то, уже не помню. Туда опилок насыпала, что-то подстилала, насыпала опилок. И там козлёнок стоял, и его мы с бутылочки кормили. Молоко покупали, коровье, и с бутылочки. А с козой... Ладно, один козлёнок. А как с козой? С козой вместе? Я вообще не знаю. С Федей разговаривали, он говорит. Вот если отгородить проход кроватем туда, от пианино... Выпускать. Куда выпускать? Ну, допустим, погулять через чистое всё время. Нет. Вот она, наоборот, возле двери, получается, будет. Не в парилке, а вот здесь как, заходишь в дверь сразу, и сразу вот здесь, где стол стоит. А между шкафом и пианином вот этот проход туда, к кроватям и к дивану, перегородить. Я хотела в парилку, но про парилку я подумала, что там слишком хлопотно будет, и она печку разворотит, будет там лазить везде, печку перевернёт, сломает. Да, и щели там, вот эти вода-то куда стекает, там в парилке, да, в мойке, в парилке, это щели там забьются вот этими всеми делами, опилками, какашками, всё равно, да, мне кажется, всё забьётся. Вот мойка там отдельно, можно, в принципе, в мойку поставить, но там окна нету, получается. Если только лампу какую-то... Да-ка, всё равно там обогреватель ставить, но там, по крайней мере, маленькая помещенница, и проще будет его нагреть. А-а-а, точно! Пошли посмотрим. Пошли посмотрим, а. Веди, веди. Потому что я уже начинаю об этом думать, она всё толще и толще становится. Кто там к нам под калитку? Ёля, ты что ли? Ёля, кс-кс-кс. Иди, ты что там, где ты ходишь вообще? Так, ребята, баня. Ну, тоже у нас такое перевалочное, в общем-то, помещение, смотрите. Сейчас у нас тут тыквы с кабачками живут. Я думала, как, вот это место отгородить, и вот здесь они, чтобы ходили туда, в варилку туда закрыть, вон ту дверь. Ну, здесь окно и свет, как бы, ну, здесь много греть получается. А если... Всё помещение греть, да? Да. А если, получается, вот здесь, в бане. Вот туда точно нельзя, но там есть окно, но печку она развернёт, это сто процентов. Она будет лазить, ногами вставать, и пиздец этой печки будет. Всё. Её вообще шевелить нельзя. Если вот эту дверь закрыть, там у нас орешки проветриваются, сушатся. Если эту дверь вот так просто закрыть, там её, она её повело, конечно, и вот это вот место им оставить. Угу, вполне где. Ну, застилать чем-то, чем-то застилать и опилками засыпать, а? Через пол, засыпать. Засут, они засут, засрут, если ничем, этого нища будет потом капец. Но с другой... Линолеума, кусок, да, видишь, а вот эти вот полочки, лавочки, они прибиты. А они прибиты. А зачем их убирать? Они на них любят спать, но... Ну, тазы, понятно, это всё убрать. Вот. И отдельно вот это помещение как греть? Я хрен его знает вообще. Здесь внутри розетки нету. Здесь розетка ближайшая, вот она только, снаружи. Так, здесь внутри всё же нету. Нет, нет, там розеток нигде нету. То есть получается, что тут не... Ну, пропустят, да, и любой нагреватель всё равно совратят, если угодно. Ну, нагреватель вот так в угол ставить и его чем-то ещё отгораживать. Типа сетки. Ну, сетки не сетки, хрен знает. А им же надо ещё, кстати, сено. Это сено будет лететь. Ой, блин, чё делать? Вот, ребята, нужен совет, чё делать? Ну, или вот это помещение греть? Там чё, в принципе... А, она в декабре, прикинь, она в декабре родит. Это под Новый год, да, как раз. Там ещё январь, февраль холодища самые будут. Два месяца ещё греть. Ну, чтобы пока она там это кормит и всё такое. Отнимать не буду, чтобы мне не доить. Пускай это... Вот, если туда, чтобы они не ходили, туда, чтобы не ходили, вот, перегородить. Или проще кровати убрать. Или проще кровати отсюда убрать. Чтоб здесь им отгородить. Да нигде не отгородить, а чтоб они везде будут ходить же. Тут, по крайней мере, пол уже это такой. Ой, бляха, муха, чё делать-то? Я им отгораживала. Вот так как-то уголочек отгораживала, и они стояли. А греть по-любому придётся, да, тогда? А, слушай, если здесь греть помещение, отгородить козе и запускать сюда ещё людей с козлёнком посмотреть, пофоткаться. Тепло будет, всё равно тепло, чтобы использовать это как-то хоть по деньгам, чтоб это отбилось, коза это. Да? А, чтоб она себе заработала на отопление. Вот здесь вот в вольерчик, около окна будет. Возле окна нельзя козу. Ну, конечно, она встанет и пиздец окно. Или полностью греть везде оттуда. Вот мне парилку прям вообще не хочется портить. Они её загадят и капец. Отгораживать? Короче, диван убирать, отгораживать вот в этом углу, да, получается? Если без окна, то только этот угол. Да. А как тут отгородить? Палеты поставить, Миш? По палетам, скорее всего, тоже будут. А что, их вертикально вот так поставить? И дверь эту надо, да? Чтобы они срали, стояли и срали, ссали в одном месте. И сено в одном месте было, да? Выше пианино, она же не подскочит? Наверное, нет. Слушай, точно, наверное. Ребята, что, как думаете? Вот, наверное, вот этот угол, если отгородить, помещение, всё будет греться. А вот здесь за пианино будет коза с козлёнком стоять. Ну, два месяца как-то так переживём. А диван даже можно будет отсюда не выносить. Его вот сюда просто вынести. К этой стенке поставить. Стол сюда отодвинуть, да? Смотри, диван сюда. Стол сюда. Да, он там и стоял. И вот эту кровать убирать не надо будет. Вот сюда. Да? Ну, она без выгула. Ну, на верёвочке её выводить. А что её зимой выводить гулять? Они зимой стоят вон в стойлах. Никто их не выгуливает даже. Холодище будет. Здесь тёплое помещение. А оно вон у енотов как тепло. Одна батарейка прогревает вообще всё. У енотов теплее, чем там. Но там из-за веранды, из-за этой холодной. А что, осталось придумать, как вот это отгородить. Я имею в виду, что если полностью загородить без двери, без всякой, закинуть её туда, да? Ну, завести и загородить, да? А, то есть вообще, чтобы даже не выпускать её. Да ну, да, зачем? Но. А как залазить, убираться? Никак. Какую-то дверь надо придумать. Да никак, она же срёт не столько, сколько еноты. Просто опилками засыпать, и сено она будет там ещё растаскивать. Здесь же сильно не надо будет ей. Главное, чтобы сиськи не замерзли. Козлёнок, чтобы не замёрзли. Сколько? Плюс 10-15 надо. Ребята, кто там с козами занимается? Какая температура? Да, правильные люди есть у нас на канале. Вот совет теперь нужен, да. По идее, здесь им хватит. Да, конечно, хватит. Два месяца перестоять-то, чё? До марта... До марта там уже свежая трава пойдёт. Да. Ну, трава в апреле, скажем так, не в марте, но... Свежий тюксенов. Там с козлёнком их уже можно будет и на улицу. Может, там уже что-нибудь построимся, расстроимся, да? Какая температура должна быть, чтобы не замёрзли? Ну, плюс 10-15, мне кажется, прям хватит. Нет? Да, это даже для людей комфортно будет. Мы... Вот здесь, смотри, прямо... Мы не там будем вешать батарею, а мы вот этот масляный поставим вот здесь, а возле них прямо, да? Угу. И всё. И он будет здесь... Здесь будет стенка, если поставить его даже рядом со стенкой, у них будет тёплая стена, они вообще здесь... Слушай, а мне вот ещё подсказывали, что есть какие-то лампы, которые вешаются, в розетку включаются. Это инфракрасные? Я не знаю. Они в магазинах именно локально греют. Нагревают предметы, стены, а оно отдаёт. На кассах постоянно, в том же самом хорошем. А, да? Можно посмотреть. По энергопотреблению не знаю, но... Поменять вот эту лампу, да? Почему? Рядом повесить. Зачем её... А, в розетку? Я говорю, я не знаю, сколько она потребляет. Вот в чём вопрос. Нет. Возможно, это будет... Рядом как, нету проводки. Тут под одну только. Вот, видишь, идёт. Протяну. Розетка, вот она, близко. Далеко тянуть не надо. Вот, ну, посмотреть. Надо, короче, попробовать. Ну, будет, видишь, уходить, если здесь ещё зашторить, например. Шторку, да, какую-то повешать, чтоб туда сильно не уходило тепло. Да? Прямо под потолок вот так. По сути, это будет получаться всё равно типа вольера, чтобы они не... Ну, да. Верх сеткой, понятно. Какой сеткой? Не надо никакой сеткой. Какие тут сетки ты хочешь городить? Седаёмся тепло. Просто типа брезентовой какой-нибудь занавешать. Плотной чем-то. Если чем-то плотным, просто от этого окна им света уже не будет. Только он то будет. Ну, и хватит им. А что, лампы же? Ну, тогда, да. Сетки тут никакие не надо баню превращать. Это временная мера. Надо меньше, чем постоянная конструкция. Ну, понятно, что опять же, пока задача холода перейдет. Ну, короче, да? Да, она сетки уже животные. Так она родит. Если поедем в санаторий, получается, у нас 16 ноября, по там какое-то 10 декабря. Ну, вот как мы вернёмся, и получается, и к возвращению она должна и родить, я так примерно считаю. Лежат он, они на солнышке, греются. Занесла качелью, разобрала, сейчас её помою, протру. Но грязная, конечно, всё. И поставим её там в комнату. Сюда переселила, в эту клетку, больших лечков. Они тут уже загнездились, нормально так. Сюда сверху тяжёлая, из камня рамка, чтобы не открыли они. Перепёлки. Там свинюшки, капибарки. У этих вообще разговаривают. Вот этот угол надо как-то подключиться, ближайшая. Ну, ты это наставила? Не функционирует, сейчас у нас эта раковина. Всё, может, уже от весны, наверное, да, вот так отгородим. Или уже, может, и не надо. Чётко не знает, не знаю уже, короче. Но тут слив есть, тут типа ванны сделать, купальня что-то. Слив есть, купальня, всё равно. Купальня им нужна будет. Прикольнее, да, же будет. И им лучше будет. Вот. Ну, пока тут святые, они вообще уголтённые. Здесь почему-то вот так и сделано, что одна лампочка только в коридоре, на кухню. Мало света. И хотя бы сейчас вот эту включу. А здесь, а розетка только здесь и здесь. Я вот думаю, может вообще баннер убрать. И вообще, как бы сюда поселим. Чё думаешь? Ну, свиньи убрать, свиньи убрать, и вот уголочек не тут отдельный. Тут и тепло, и всё, вонять не будет сильно. Всё в одном. А? Всё в одном получится. И ваню не засирать получится, да? А тут вот отгородить палетами. Ну, палеты углом просто, а здесь и какой-то лист поставить просто, вот, тот хотя бы, да? УСБ или фанеры заделать, чтобы не помнили. УСБ или фанеры поставить. А здесь пойдёт, а не отгородить, на пол постелить, вот, готовый угол, да? Я кажу. Единственное, что розетка там, ну ничего, да? Розетку и закрыть леску. Тоже загородить какую-нибудь фанерку, да? Да, и всё поставить небольшой. Свинок уберём. Перепёлки сегодня не захотели нестись. Ни одного яйца. Вчера было четыре. Одну пришлось убрать, потому что она так взорвошилась. Короче, я енотом её скормила. Ну, она прямо у меня в руках умирать начала уже. Я её отсадила. Она ночь посидела, посидела и, короче, она её. Перепёлок уберём, свинок сюда. А тут угол под козул. Что, баннер можно? Баннер тогда убирать. Может, его сейчас снять? Да, легко. За птицами баннер вообще не видно, да? На белом фоне лучше будет, чем там пятна какие-то, да? В целом, да, давай. О, они ещё, блядь, и грызут его. Тогда точно убирать. Вообще. Да, смотри, баннер уберём, откроется розетка. Но всё равно это получается поверху как-то вон туда. Около пяти метров всё равно надо. А есть же какой-то удлинитель. Здесь всё равно сейчас стена заставленная такая. Чё тут? Красоты сильно. Тут уже вообще новогодняя пора вешать. Трупики надо убирать эти, да? Ничего у нас не получилось сейчас с подсветкой. Далеко всё это. И сопли эти все будут висеть. И вообще решили, что так вообще не надо делать. Надо, короче, от этой распредкоробки сделать вон туда на потолок просто лампу. Эту сюда ближе передвинуть к двери. А там ещё две лампы, чтоб углы. А там, Миш, смотри. А там потом коза встанет, над ней тёплую лампу. Хотя зачем? Тут и так тепло. Но здесь и так греется же. Но свиньям это, конечно, шикарно. Капибарам нашим всё это. Много места они сейчас заняли. Ага, им надо поменьше. Вообще уберу пополам, разделю этот вольверчик. Он собирается его хоть как можно собирать. Вот, укорочу его, и уборки меньше будет. А так, что, вот они сидят, прячутся. Где вы там? Ай, привет, Бублик. Привет. Накакали уже? Вот утром у них убиралось. Четыре тут свинки сейчас. Было четыре. Ну что, все тут? Ну, она не все. Трое тут, один там, в домике. Короче, завтра у них убираться. Буду полностью пелёнки всё менять и укорочу этот, да? Чего они столько места занимают? Семён, Семёныч, ты чего стоишь? Стоит, думает. Ребята, что за порода, кто знает? Если кто-то ещё досмотрел до этого момента, кто разбирается в петухах, что за порода, хин-хин или нет? Какая-то порода, мне говорили, когда я покупала, но я уже всё не помню. Я даже не запомнила. Пошли, покажешь, что там с трубами. Вроде как всё. Сейчас посмотрим. А, а утеплить в колодце потом, да? Когда-нибудь. Но надо убирать. Но не сейчас. Если каждый делом доходит, то и доходит. Так он доходит-то, доходит, а сама вот эта вот. Всё равно закрыть надо. Что тут получилось по итогу? Ужесть. Почему так сделала? Ужесть. Да, потому что красиво не получилось. Да, главное, чтобы не замёрзло. Вот именно, чтобы не замёрзло. Тут всё, везде всё сплошные переклёсты. Ужесть. Под конец даже из-за нет заканчивается. А вот это, это ты тоже включил. Короче, чтобы включить тёплый кабель, теперь что надо делать? Два кабеля. Один идёт к... Один, группа, придёт в этой трубе. Второй идёт к колодцу. Это кабель, который проходит... На кухню уходит. Который уходит на кухню. Чтобы это всё включить? Чтобы всё включить, достаточно всего лишь воткнуть в розетку. Все начинают греть одновременно. Если надо, можно сделать на каждую розетку отдельный выключатель. Не надо. А это небольшая нагрузка? На один тройник ты ещё вон сколько нашлёпал? Нет, они сильно не греются, судя по паспорту. Спокойно всё выдержано. Нормально, да? С подключением проще всего. Поэтому я недельное пианино из розеток и сделал. Чтобы нужно было одним движением всё вместе. Ну и что, всё? Потом поддоны поднимем ещё когда-нибудь, да? Это надо поддоны, залезть колодец, всё нормально. Не как я по этими накидывала картонками. Опять же... Я набрала одежды старые. В прошлый раз, когда же туда лазил, последний раз, я же всё заматывал. Это сверху коробки кое-как накидано. А всё укутано-то там всё равно замечательно. Но слазить туда придётся. Не обещаю, что завтра. Да завтра не надо. Теперь уже только на той неделе. Или понедельник-вторник-среда. Потому что завтра Алёна будет здесь. Я не будет. А потом, может... Ну, да. Потом, может, гости будут. Так, вот это надо. Курточку забрать. Федя почти не носил. Новая курточка. Выставлю на авито за 100 рублей. Кому-то надо, может быть. Ну, и всё тогда. Пол шестого. Как пол шестого? Не-не-не-не. Ты чё? Ага. Сколько время? 25 пятого. Ну, всё. Вот как раз мы до пяти работаем. Всё, ребятки. Всем пока. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь. Тут ещё много всего. Деревенская жизнь, она такая. Скучать вообще не даёт. Короче, да. Следующее видео. Мне пришло кресло компьютерное. У меня есть микрофон подключенный, настроенная программа ОБС. Жду, пока придёт веб-камера, потому что не могу телефон подключить как веб-камеру, чтобы прямой эфир включить. Вот, она идёт уже, как она придёт, и к этому времени сниму видео на тему, почему я больше не поеду в Абхазию. Вот, и после этого будет прямой эфир, чтобы было о чём поговорить. Теперь всё. Ну, всё. Пока. Субтитры подогнал «Симон»